В программе «Дело по плечу» мы продолжаем выяснять, как же работает человек, который выбрал для себя профессию пиротехника. В предыдущем выпуске я познакомился с Александром и выяснил, каким образом устроена работа команды пиротехников, сколько будет выстрелов в «Салюте» в День Победы, сколько весят установки мортира и все нюансы разгрузки и установки. Вишенкой на торте стал эксперимент с бигфордовым шнуром. Оказалось, что при горении он за секунду преодолевает расстояние в 15 метров. Все это было в прошлой программе, ну а теперь пришло время продолжать погружаться в профессию. Вы видите финальную стадию «Салюта». Мы покажем вам, как он производится на месте выстрелов. Смотрите программу «Дело по плечу». Пока мы разгружали и расставляли мортиры в нужном порядке, выяснилось, что мы это делаем не просто в случайном порядке. На каждой точке стрельп у пиротехников есть такое понятие, как сценарий. Его разработкой занимается специальный человек – дизайнер. Именно он подбирает цвета и форму «Салюта». От него зависит, в какой момент, из какой силы и на какой высоте произойдет подрыв заряда, какую картинку увидят зрители в небе. Время уже, друзья, уже полвосьмого, солнце практически скрылось, за моей спиной кипит работа. Ребята делают «Салют» так, чтобы всем понравилось. Через три часа увидим, что получится. Наш герой Александр в профессию пришел, как это обычно бывает, случайно. До того момента, как он стал пиротехником, занимался он тем, что работал в больнице. Я сначала спросил, в каком отделении? Ты что, врач по образованию? А он рассмеялся и сказал, я скорую помощь водил. А потом случай свел его с ребятами-пиротехниками, они пригласили его помочь им в одних стрельбах, а дальше, как говорится, завертелось. Саш, времени остается все меньше. Чем занимаемся сейчас? Сейчас идет подключение к пульту. У нас все блоки, как мы уже говорили, на электровоспламенителях. Они объединены в линию. Есть пульт, через который происходит управление блоками. Мы сейчас будем подключать концы в пульт по сценарию. Поехали! После того, как мортиры и заряды заняли свои места на мосту, началась вторая большая часть работы — подключение. И это, знаете ли, особенная сложность. Чтобы с одного нажатия кнопки на ноутбуке все отстрелялось в нужном порядке, нужно каждую установку подключить к специальным коробочкам, которые, в свою очередь, подключаются к контроллеру. Ребята поговаривают, что эти коробочки очень смахивают на те, что используют связисты и саперы военных. По большому счету работа, ну уж, грубо говоря, достаточно простая. Берешь провод, втыкаешь ее в нужное гнездо. Простая, но очень важная. Без этого салют вверх не полетит. Пока мы снимали эту программу, у меня внутри просто-таки ликовал я десятилетний. Это же мечта — что-нибудь от души бабахнуть. И не в целях похулиганить, а сделать красиво всем остальным. И это добавляло мне энтузиазма. Можно ли сейчас сказать, в какую очередь будет бабахать вот эта вот установка, которую мы с тобой собираем? Нет, нельзя. Нельзя, да? То есть это будет только в конечном итоге будет понятно? Ну, можно это посмотреть, но уже по компьютеру. На данном этапе мы это не можем узнать. Все, понял. Давай тогда провода я буду втыкать. Если что-то не взлетит, походу, я буду виноват. Видимо, потому что я подключаю. Со стороны может показаться, что работа пиротехника — это чисто механическое дело. На деле же это целое искусство. Важно все — красота, порядок залпов и слаженность работы. Пока шла подготовка на мосту, в голову пришла аналогия с художниками-авангардистами. Сделать ночное небо зеленым, синим, красным и золотым — такое надо суметь. Пиротехник — это та самая профессия, где сапожник без сапог. Вы любите сами салюты? Вот смотреть его со стороны. Вообще? Вообще, ну вот, скажем так, становишься больше понимать в салютах. И понимаешь, когда салют, ну, такой, то есть, ну, для общей массы, условно говоря, пойдет. Когда салют хороший, когда салют просто вау. До салюта осталось меньше двух часов, друзья. И ребята продолжают мотать провода, настраиваться, подключать их. Нелегкая работа у пиротехников. Нелегкая. На мой очередной вопрос, Саш, что будем делать дальше, он сказал, сейчас будем подключать провода. В этот момент я еще не до конца понимал масштаб этой работы. Теперь прикиньте, 400 выстрелов. Каждый выстрел — это отдельная трубка с зарядом. Каждую надо подключить к линиям связи. У каждой мортира есть тонюсенький проводочек. Его надо зачистить, его надо под нужным углом загнуть и просунуть в клемму. И что самое интересное, все эти провода одноразовые. И их без преувеличения километры. 400 зарядов, и каждому заряду надо подтянуть проводок, загнуть его как надо. А потом еще подключить к общему блоку управления, а потом все к компьютеру. 400 зарядов, у каждого есть проводок. Каждый надо руками скрутить, подтянуть, сделать все как надо. Мелкая моторика разрабатывается на раз-два. Мне дали в руки бухту проводов, и как-то все страны очень разошлись. С позиции сразу сказали «Мотайка до командного пункта». Почувствую себя настоящим артиллеристом, или может быть связистом, я уж не знаю, как это по-армейски будет правильно. Но то, что все разошлись, меня очень-очень напрягает. Пожалуй, размотаю-ка я побыстрее, и начнем уже. Давай-давай! Давай еще! А это, друзья, командный центр. Саш, что нам осталось сделать? Ну, по сути, осталось... Мы уже тестировались, соответственно, сейчас подключаем к компьютеру уже все. То есть, остается ждать время и перевести в боевой сервер. Кстати говоря, пока мы тут все еще делали, я видел, что ты ходил с полицией, с военными. Что это было? Это расставляли кордон, чтобы люди не проходили в опасную зону. То есть, чтобы... Все-таки это опасно, это имеет радиус опасный для людей. У нас все готово. У нас все готово. У нас все, мы можем стрелять. По сути, да. Ждем команды. Давай подключаться. Немаловажный момент в работе пиротехников — безопасность. Вся территория стрельб заблаговременно перекрывается сотрудниками полиции, обтягивается сигнальными лентами. И чем ближе момент салюта, тем больше охрана оцепляет место. За полчаса до момента Х все подходы перекрыли еще и сотрудники Росгвардии. Все это делается для того, чтобы зрители не попали в зону прилета остатков салюта. Вдруг что-то не разорвется в небе или в горящем состоянии упадет на землю. В общем, в смысле безопасности все продумано до мелочей. И это подход профессионалов. До салюта осталось 15 минут. Очень волнительное ощущение внутри, потому что готовились 4 часа, все скручивали, все провода, заряжали все. И очень хочется, чтобы сейчас, когда взлетят первые залпы и начнут разорваться в небе, люди с заграждением, ради кого, собственно, все это и делалось, сделали вау. Ребята говорят, что именно это самая лучшая награда для пиротехника. Очень хочется это испытать. Круто. Саш, это были потрясающие несколько часов в моей жизни. Я реально думаю, что на моем месте сейчас хотел бы оказаться, ну, наверное, всяким. Ну, по крайней мере, каждый пацан. Каждый пацан, да. Скажи мне, пожалуйста, у меня получилось что-то из вашей профессии. Возьмете ли вы меня к себе на работу? Стажером возьмем, пообкатаешься, и дело тебе будет по плечу. Спасибо, Саш, большое. Это было очень круто. А сейчас небольшой подарок. Запустишь салют. О-хо-хо-хо-хо! Прям честно? Да. Круто! На часах 22.30. Пора пулять. Вот и все. Отстреляли все 400 зарядов. И самое главное, никакой пиротехник никогда не подойдет туда сразу после выстрелов. Все надо обесточить и проверить на безопасность. Это было круто. Это программа «Дело по плечу». Оставайтесь с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!